Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео, добро пожаловать в новый сумасшедший день в криптовалюте. Сегодня я хочу поговорить с тобой о вещах, которые заставят тебя почувствовать себя немного лучше. Поговорим почему происходящие события становятся возможностью ближайших 4 лет, возможностью которая создаст миллионеров в будущем. На самом деле то, что я буду говорить дальше, очень трудно вещать на медвежьем падающем рынке и многим это не понравится, но это должно быть сказано. Потому что с моей точки зрения это исторически правильно. Правильнее говорить о покупках тогда, когда никто не хочет покупать и о продажах тогда, когда никто не хочет продавать. Конечно же это ни в коем случае не финансовый совет, а просто мои мысли на основе моего опыта и исторических данных, не более того. Тебе же я советую всегда проводить собственное исследование ситуации на рынке и принимать решение, отталкиваясь от него. Начнем с индекса страха и жадности на крипторынке. Хотел бы я сказать, что я не видел такого низкого уровня вообще никогда, но я видел 8 пунктов 17 марта 2020 года. Это была точка максимальной возможности для покупки за последние 2 года. Итак, экстремальный страх, рынок перепуган. Как ты знаешь, по моему мнению, большинство рынка всегда ошибается. Компания Sentiment предоставляющая биткоин аналитику опубликовала этот график, где зеленым обозначена цена биткоина, а остальные диаграммы обозначают настроение рынка на биткоине, эфириуме, бинанскоине и солане. И как мы видим, когда цена биткоина взлетела до 69 тысяч долларов, вот здесь рынок был в эйфории. Все были супер оптимистичны, счастливы и будущее рисовали просто замечательное. Но что случилось после этого? Цена биткоина рухнула. И теперь настроения настолько панические, насколько они были в сентябре 2021. Вот здесь. Что произошло в сентябре после этого? Произошел вот этот взлет. Если мы проанализируем движение цены биткоина за последние три года, то увидим, что было три точки максимального страха на рынке. Когда индекс страха и жадности опускался максимально низко, до отметок около 10, как и сегодня, кстати говоря. Это было в июле 2019, марте 2020 и совсем недавно в мае 2021. Все эти три момента на длинной дистанции оказались отличными возможностями для покупки. При этом точки максимальной жадности, вот эти, которые обозначены зеленым цветом, всегда предшествовали падению биткоина. И как раз в такие моменты люди обычно и покупают. Кстати, несмотря на то, что на рынке присутствует такой страх, кредитная торговля, вот этот синий график, бьет все рекорды. Количество трейдеров, использующих кредитное плечо для торговли, сейчас достигло исторического пика. И что это значит? Это значит, что у нас на рынке есть огромный вкусный пирог, который нужно стричь. Поэтому ждем огромного количества ликвидации и такой же огромной волатильности на рынке биткоина на краткосрочной дистанции в ближайшем будущем. Если мы посмотрим на месячный график биткоина, то увидим, что с момента падения в марте вот здесь он находится в большом массивном восходящем тренде до сих пор, даже после этих коррекций. Что это значит? Это значит, что если ты манипулятор на этом рынке, чтобы заставить окончательно капитулировать даже самых ярых быков, нужно обязательно протолкать цену биткоина ниже этой трендовой линии. К чему это приведет? К полной капитуляции рынка, чего манипуляторы и добиваются. Цена может провалиться еще ниже этой трендовой линии, давая людям, которые хотят купить отличные возможности для инвестиций. Light Crypto пишет, что люди действительно готовы капитулировать практически на самой ключевой поддержке биткоина. Думаю, их скоро накажут. Мне тоже так кажется. Теперь я хочу поговорить о том, как на самом деле делаются миллионы долларов на финансовом рынке. И это точно не покупать во времена эйфории. Начнем с одного из крупнейших в истории крахов на финансовых рынках. И это, конечно же, лопнувший пузырь доткомов в 2000-х годах. Это было супер страшное для инвестора время. Что же тогда случилось? Все сошли с ума из-за интернета. Бизнесы начали переезжать в интернет. Все начали активно в него инвестировать. Очень похоже на то, что происходит с криптовалютой, не так ли? Но затем большинство этих компаний и веб-сайтов просто рухнули. Они рухнули, но что было потом? Компании, у которых была настоящая польза, которые предлагали какой-то уже работающий продукт, полезный для людей и так далее, остались живы и сегодня стали самыми дорогими компаниями в мире. Например, Apple. На пике пузыря доткомов стоимость их акций достигала 1,3 доллара. А затем произошел крах до 20 центов. Это было ужасное, пугающее время, ребята. Что же было потом? А произошло то, что теперь уже не важно, что было. В этих двухтысячных годах этого краха даже не видно. Какая разница, лопнул этот пузырь доткомов или нет. Если ты был долгосрочным холдером Apple и пережил двухтысячный год, а затем и первые два десятилетия нового столетия, то тебе все равно на один из крупнейших крахов финансовых рынков за всю историю. Его просто-напросто не видно на графике. И я думаю, что сейчас на рынке криптовалюты происходит новый, двухтысячный год компании Apple. В прошлом году мы покупали множество мелких шиткоинов, которые давали десятки или сотни иксов, но также мы накапливали эти прибыли для того, чтобы на медвежьем рынке копить криптовалюты с настоящей долгосрочной перспективой. Вот почему я рад падению биткоина. Вот почему я хочу, чтобы биткоин опять рухнул на 80-90%, как в 2017 году. Потому что я его уже очень давно не покупал. Я покупал только альткоины. Но я хочу снова начать накапливать биткоин. Поэтому хочу его падения. Зачем нужно зарабатывать прибыли на шиткоинах на краткой и средней сроке? Для того, чтобы на медвежьем рынке копить криптовалюты с настоящей долгосрочной перспективой, такие как биткоин, с работающими продуктами, полезностью и так далее. Качественные долгосрочные проекты, в которые мы верим и в которых мы хотим быть не один год и даже не одно десятилетие. Итак, даткомы рухнули. Настали причиной, почему многие люди стали не просто миллионерами в следующие 10-20 лет, но даже миллиардерами. И сейчас мы видим этот массивный крах на рынке криптовалюты, капитализация которого потеряла почти 40%. Больше триллиона долларов. Кстати говоря, в 2017 году после медвежьего рынка на самом его дне капитализация криптовалютного рынка потеряла 88%. Так что нужно иметь это в виду. Но то, что будет после этих крахов, создаст огромное количество миллионеров из тех, кто не побоялся воспользоваться всеми этими шансами. А как мы видим на индексе страха и жадности, практически все очень боятся. Индекс находится на минимальных своих отметках за последние 4 года. Кто не побоялся в 2000-х инвестировать в Google, Amazon, Apple, Microsoft, сегодня могут уже не работать. И их дети могут не работать и внуки, и правнуки. Следующий массивнейший крах рынка в истории случился в 2007-2008. Из-за финансового кризиса, кризиса недвижимости и ипотек. Инвесторам тогда тоже было очень страшно. Так этот крах выглядит на ценах недвижимости в Великобритании. Но сегодня они выросли практически в два раза с тех пор. Например, тогда дом в Великобритании стоил 160 тысяч фунтов. Сегодня он достигает почти 300 тысяч фунтов. Если бы ты был инвестором, который не побоялся в 2008-м выкупать тот коллапс, увидев в нем огромную возможность, сегодня ты сделал большие деньги. В конце концов, даже анализа сложного не нужно. Дома всегда будут в цене на долгосроке, потому что всем необходимо где-то жить. Простейший анализ и крах цен на недвижимость равно огромная возможность. Третий крупнейший крах на финансовых рынках произошел в марте 2020-го. Из-за коронавирусных локдаунов и ограничений. Вот это ты уже наверняка помнишь. Ты же пережил это совсем недавно. Все рынки рухнули. Фондовый рынок, акции, бумаги, криптовалюты, драгоценные металлы, сырье, все посыпалось. У нефти была вообще отрицательная цена. Это была паника, которая привела индекс страха и жадности на крипторынке к отметкам ниже 10. Напомню, сейчас этот индекс составляет ровно 10. Мы практически на том же уровне страха, что и в марте 2020-го. И что я делал в марте 2020-го. Я выпускал кучу видосов, что я буду продолжать накапливать биткоин. Лучшей стратегией всей моей жизни стало планомерное накопление биткоинов с 2017-го по 2020-й. Я просто откупал каждое большое дно и покупал каждый месяц на фиксированную сумму, не обращая на курс. Спустя 4 года после этого я сказал себе, спасибо, это было лучшей инвестицией в твоей жизни. И ты можешь сделать это с любым активом, криптовалютой, биткоином, акциями. Я знаю людей, которые в марте 2020-го после коронавирусного обвала активно закупали акции Тесла. Тогда все боялись и называли этих покупателей недалекими. Мол, рынки стремятся к нулю, биткоин умер, но сегодня все эти недалекие люди стали миллионерами. Так что ты должен уметь видеть возможности там, где все боятся. Но кроме этого, ты должен верить в проект, в который ты инвестируешь. Кто-то верил в Теслу, а я верил и верю в биткоин. И Тесла, и биткоин с марта 2020-го сделали кучу иксов. Миллионы были сделаны только потому, что в марте рынок рухнул. И сегодня мы видим что-то похожее. Супер экстремальный страх. 10 пунктов индекс, практически исторический минимум. Когда весь рынок боится, когда все капитулируют, что должны делать мы. Абсолютно противоположные вещи и действия. Меня зовут богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok